С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала ему Господу миров, мир и благословение его посланнику и его семье из-подвижника. Во-первых, всем моим братьям и сестрам, ассаляму алейкум, уа рахматуллахи, уа баракатух. Сегодня мы пройдем битву Бадр, которая, по сути, была чудом. Одним из чудес, которые Всевышний Аллах даровал пророку Мухаммаду, салаллаху алейхи ва салям. Там, как произошло? В то время были две сверхдержавы. Это Персия и Византия, империя христиан и империя огнепоклонников. Первенство переходило то к одной империи, то к другой. И за 9 лет до битвы Бадр Всевышний Аллах не спаслал определенные аяты. Эти аяты в Суре Аррум, римляне. Дело в том, что Византийская империя была частью Римской империи. И когда мусульмане еще жили в Мекке, персы побеждали византийцев. И многобожники Мекки были очень рады этому. В Персидской империи же огнепоклонники жили, верили в других богов, кроме Аллаха. А вот посланнику Аллаха и мусульманам все-таки ближе люди Писания, люди книги, то есть иудеи и христиане. И вот когда персы и огнепоклонники побеждали византийцев-христиан, для мекканских многобожников это стало поводом сказать мусульманам, мол, видите, наши побеждают. И Аллах не спаслал. Причем обратите внимание, за 9 лет до битвы Бадр, такой аят. В начале Суры Аррум Аллах говорит, повержены римляне в ближайшей земле. Но после своего поражения они одержат верх через несколько лет. Причем Аллах в аяте слово использует, означающее от 3 до 10. В тот день верующие возрадуются помощи Аллаха. Этот аят Аллах не спасал за 9 лет до битвы Бадр. Мусульмане еще не знали, что будет битва Бадр. И кроме этого было еще одно чудо. В битве Бадр Всевышний Аллах отправил на помощь ангелов. И они сражались вместе с верующими. Когда пророк и сподвижники тайно мигрировали в Медину, из Мекки, Всевышний Аллах не спасал аят. Дозволено тем, против кого сражаются, сражаться, потому что с ними поступили несправедливо. Вы должны понимать причины битвы Бадр. Когда пророк, салаллаху алейхи вассалям, покинул благородную Мекку, ему было 53 года. С ним были сподвижники, которые в Мекке подвергались преследованием. И вот все они пошли в Медину. А в Мекке осталось все их имущество. Что могли с собой унести? Унесли. На верблюдах еще как. Имущество, которое они в Мекке оставили, курайшиты растащили. И они собрали караван. То есть своего рода кортеж из верблюдов. И с этими караванами шли бизнесмены. Из Мекки, на север. Они шли в Сирию. Они хотели купить оружие. Много оружия. С этим всем они хотели вернуться в благородную Мекку. Потратить год на тренировки, обращение с этим оружием. Таков был план многобожников. Они задумывали так. После года тренировки мы пойдем прямо к мусульманам. В Лучезарную Медину. Тогда она еще называлась Ясриб. Убить их всех. Из-за того, что маршрут из Мекки на север проходил неподалеку от Лучезарной Медины. То есть на обратном пути из Сирии. Многобожники возвращались по маршруту недалеко от Медины. Такой вот был торговый маршрут. В Суре Курейш Аллах говорит. Ради единения Курейшитов. Их единение во время зимних и летних поездок. Был торговый маршрут. Вел он в город Йемен. Летом они больше ездили в Йемен. А в зимний период они шли в Сирию. Вот такой у них был маршрут. И он пролегал возле Медины. Я уже сказал, тогда Аллах дал разрешение мусульманам сражаться. И до пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, дошла информация, что Курейшиты распродали дома и имущество мусульман. Поехали за оружием, чтобы в будущем на мусульман напасть. У пророка, салаллаху алейхи вассалям, был свой канал информации. Он следил за текущей обстановкой. Перед битвой Бадр, посланник Аллаха отправил своих сподвижников, чтобы они разведали обстановку. Они проследили за этим караваном. И было решено на этот караван напасть, чтобы забрать свое. Это имущество мусульман. За несколько месяцев до битвы Бадр, Абдуллах бин Джахш, да будет доволен им Аллах, пошел с несколькими людьми и убил Курейшита, одного из мекканцев. Это разозлило Курейшитов. Напряженная обстановка возникла между мусульманами и мекканцами-немусульманами. И вот самый большой караван Курейшитов со всем закупленным оружием мусульмане решили перехватить. Во главе каравана был Абу-Суфьян. У них было очень много оружия. Луки, стрелы, копья, мечи и так далее. И вот, караван уже вот-вот будет проходить мимо лучезарной Медины. Разведка доложила посланнику Аллаха, что Абу-Суфьян идет с караваном полным оружием. Пророк, салаллаху алейхи асалям, собрал своих сподвижников. Разная информация передается, сколько их было. Кто-то говорит 313, кто-то говорит 314, кто-то 340. Так вот они вышли из Медины и пошли на юг. Прошли около 130 километров, чтобы перехватить караван Абу-Суфьяна. Абу-Суфьян точно должен был проходить мимо Бадра. Место так называлось. Потому что там были колодцы. Обычно путники как делали? Проходя по своему маршруту, останавливались в Бадре, чтобы пополнить запасы воды. Там же сплошная пустыня. Кто ходил из Мекки в Медину, знает, как там жарко. Просто пустынная земля, песок и горы. И вот пророк со сподвижниками пошли в Бадр. Но Абу-Суфьян почувствовал, что есть какая-то опасность. А до этого посланник Аллаха отправлял несколько человек в Бадр. Посмотреть безопасно ли? Люди вернулись, сказали посланнику Аллаха, что можно лагерь там разбить. И до того, как пророк пришел туда, туда пришел Абу-Суфьян. И ему сказали, недавно несколько людей сюда приходили с верблюдами. Абу-Суфьян говорит, покажите мне, где конкретно они были. Его привели конкретно в это место. И Абу-Суфьян, будучи очень умным человеком, взял палку и подошел к навозу, который остался от верблюдов, мусульман-разведчиков. Он раскрошил этот навоз и увидел в нем косточки от фиников. И он понял, что здесь были люди из Яфриба, то есть из Медины. Потому что финиковые пальмы были в Яфрибе. И он изменил маршрут. Понял, что мусульмане собираются напасть. Но перед тем, как маршрут изменить, он отправил самого быстрого, кого только нашел. Чтобы он предупредил мекканцев, что мусульмане собираются напасть на караван Абу-Суфьяна. Человек этот дня за три добрался до Мекки, разорвал на себе рубаху спереди, разорвал сзади. И закричал, помогите, помогите, помогите. Это был способ такой, собрать всех вокруг себя. Это было знаком тревоги. Люди собрались, он говорит, Мухаммад с людьми собирается напасть на караван. Если вы не поможете, мы потеряем все. Весь план наш рухнет. Хоть он и знал, что Абу-Суфьян в безопасности. Потому что Абу-Суфьян пошел другим путем. Он решил пройти возле моря, чтобы не попасться мусульманам. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи асалям, пришел в Бадр. Вместе со сподвижниками. И в течение нескольких дней, причист Аллах, курайшиты собрались. И решили дать бой мусульманам. Они решили вооружиться всем тем оружием, которое вез Абу-Суфьян. И расправиться с мусульманами. Вышло около тысячи человек. Из них 13 курайшитских вождей. Там был и Абу-Джахль, и Умейя бин Халяв. Многие враги посланника Аллаха, саллиллаху алейхи асалям, Утба, Шейба и так далее. Которые большие проблемы создавали посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи асалям. И которые по-прежнему пытали мусульман в благословенной Мекке. Вот все они вышли. И подошли к месту Бадр. В это время Хубаб ибн Мундир, один из подвижников пророка, да будет доволен им Аллах, сказал пророку, о посланник Аллаха, ты решил именно здесь лагерь разбить, по Божьему откровению или по личному мнению? Пророк говорит, это было мое личное мнение. Мол, советую, если знаешь как лучше. И Хубаб, да будет доволен им Аллах. И он посоветовал ему занять позицию на колодцах, чтобы заблокировать многобожникам доступ к ним. Пророк, саллиллаху алейхи асалям, согласился. Что пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи асалям, сказал мусульманам перед выходом из Медины? То, что Аллах обещал в суре Анфальд. В Коране, в суре Трофеи, Аллах говорит. Вот Аллах обещал вам, что вам достанется один из двух отрядов. То есть или караван Абу-Суфьяна, или вооруженный отряд мекканцев. Мусульмане раньше в битвах не участвовали. И они, конечно, хотели захватить трофеи. К этому они были готовы и вышли. У них было около сотни верблюдов и пары лошадей. Они не готовились к битве. Они шли захватить караван Абу-Суфьяна. А ведь с другой стороны шли курайшиты из благородной Мекки. У них было около 700 верблюдов и около сотни лошадей. Они-то из Мекки шли капитально подготовленными. Они шли, чтобы разбить мусульман. И по пути в Бадр они встретили Абу-Суфьяна. Абу-Суфьян говорит курайшитам. Разворачивайтесь. Все идем в Мекку. Делаем, как запланировали. Караван в безопасности. Делаем, как хотели. Ввозим оружие в Мекку. Год на тренировки и наступаем. Абу-Джахель говорит. Нет, так мы не сделаем. Оружие давай. Мы уже прямо сейчас пойдем и разобьем мусульман. Абу-Суфьян говорит. Я это оружие отвезу в Мекку, как хотели изначально. Придерживайтесь плана. Не готовы мы к большой войне сейчас. Потренироваться надо. Год на это нужен. Вот тогда уже и наступим. Те не послушали. В итоге около тысячи человек из Мекки пошли прямиком в Бадр. В это время пророк, салаллаху алейхи вассалям, узнает, что планы меняются. Караван Абу-Суфьяна, за которым они пошли, уже упущен. И вот пророк, будучи в Бадре, узнает, что... Курайшиты идут вооруженные из Мекки. Воевать идут. Большой армией. Сподвижники задержали ребенка, которого поставили присматривать за вещами курайшитов. Посланник Аллаха прочитал намаз. Сподвижники спрашивают у ребенка, сколько их? Я, говорит, не знаю. Они начали его бить. Ладно, ладно, говорит, я вам скажу правду, скажу. Они его бить перестали, говорят, ну давай рассказывай, сколько их? Говорит, я не знаю. Снова бить его начали. Пророк в это время намаз читает. И вот он завершает намаз салямом. Говорит, оставьте его. Пророк ребенка успокоил. Спрашивают у него, ты видел, как они ели? Да, говорит. Пророк спрашивает, сколько верблюдов они зарезали? Мальчик говорит, девять или десять. Посланник Аллаха говорит, их девятьсот или тысяча. Потому что арабы резали одного верблюда на сто человек, когда в пути. И пророк, саллиллаху алейхиусалям, понял, что надо готовиться к битве. А сподвижники-то не готовы? Пророк, саллиллаху алейхиусалям, созвал сподвижников. Он говорил им о предстоящей битве. Он у них спрашивает, кто меня поддержит? Правдивейший Абу Бакр, да буди доволен им Аллах. Встает, говорит, я. Посланник Аллаха снова спрашивает. Опять встает Абу Бакр. Пророк снова спрашивает. Опять Абу Бакр встает. Мехдад, да буди доволен им Аллах. Говорит пророку, о посланник Аллаха, мы не будем уподобляться сынам Исраиля. Мы тебе не скажем. Иди бейся. Пусть Аллах тебе поможет. Мы будем с тобой. Со всех сторон мы готовы тебя защищать. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхиусалям, был счастлив это слышать. Саад, да буди доволен им Аллах, встал и говорит. Мы с тобой переселились из благословенной Мекки. Если ты нам скажешь прыгнуть в океан, вместе с тобой. Мы прыгнем. Мы с тобой. Посланник Аллаха рад был это слышать. И вот ночь. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхиусалям, в своем лагере. Курэшит и в своем. И посланник Аллаха берет нескольких сподвижников. Али, Убейда, отводит их. Указывает на землю и говорит им. Абуджахль завтра умрет вот здесь. Аутбе завтра умрет вот здесь. Шейба умрет вот здесь. Такой-то такой-то умрет вот здесь. И на следующий день они именно на этих местах и умерли. Пророк вышел из лагеря и умолял Аллаха помочь ему, поддержать. И на следующий день посланник Аллаха вышел, выстроил мусульман в ряды и раздал им приказы. Сказал, сначала дождитесь, пока враг подойдет поближе. Потом обстреливайте из луков. Когда еще ближе подойдут, по команде забрасывайте копьями. Когда еще ближе, бросайте камни. Когда еще ближе, тогда будет битва. Вдумайтесь, со стороны многобожников было превышение сил втрое. На одного мусульманина три многобожника. То есть мусульмане вроде как проиграть были должны. Поэтому Бадр и была такая великая битва. Мусульмане не были готовы, но они вышли ради Аллаха. Когда пророк раздал мусульманам указания, он вернулся в свой лагерь и начал умолять Аллаха. Когда бой начался, три мусульманина вышли. И вышли три многобожника. Этими тремя мусульманами были Али, Хамза и Убейд бин Хариф. Да будет доволен имя Аллах. Состоялся бой трое на трое. Перед началом общей битвы. Когда они начали сближаться, Хамза и Али своих противников убили, а вот Убейд был ранен. Хамза и Али бросились ему на помощь и оттащили раненого в лагерь мусульман. Пророк вытер пыль с лица Убейды. Забегая вперед, скажу, что Убейд тогда стал мучеником. Умер шахидом. Ему была оказана огромная честь, что сам пророк в могилу спустился. Больше такого никогда не было. Спустился в могилу и уложил в нее Убейда. Причисто Аллах. Возвращаемся к битве. Бой вот-вот начнется. Посланник Аллаха поднял с земли пыль, подул ее в сторону врагов и сказал, да покроются пылью эти лица. И велел мусульманам наступать. Когда мусульмане напали, посланник Аллаха пошел в свой шатер и начал умолять Аллаха, поднял обе руки высоко, так, чтобы была видна белизна его подмышек. Через какое-то время Абу Бакр забегает в шатер посланника Аллаха, говорит, о посланник Аллаха, хватит, 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 Аллах принял твою дуа. Как было? Когда мусульмане напали, причис великий Аллах. Аллах, всемогущен и велик, послал ангелов на подмогу мусульманам. Сначала тысячу ангелов. Видели их не все. Например, Абу Бакр, да будет довольным Аллах, видел. Передается, что на их головах были челмы, и что они были на лошадях, что они спустились с неба, и в их руках были мечи. Они спустились и присоединились к армии мусульман. И Аллах говорит в священном Коране, что потом Аллах послал еще две тысячи, то есть в итоге уже три тысячи. Потом Аллах отправил еще две тысячи ангелов, то есть уже пять тысяч ангелов бьются на стороне мусульман. Аллах в Коране говорит, что он сделал так, что мусульмане видели в два раза меньшее количество врагов, чем было на самом деле. А вот многобожникам, наоборот, виделось, что мусульман в два раза больше, а мусульманам казалось, что врагов около пятиста. Это еще одно чудо. А еще перед боем Аллах пролил дождь. Мусульмане стояли на песке, а по песку-то бегать трудно. А немусульмане на почве стояли. И из-за этого дождя земля превратилась в слякоть, а песок, наоборот, утоптался. Мусульмане смогли лучше бегать. А тут еще пять тысяч ангелов снизошли. Аллах превыше всего. Когда в битве рубят головы, то порез происходит под определенным углом. А когда головы рубили ангелы, то порез был горизонтальным. Они срезали даже кончики пальцев. То есть было понятно, что это была помощь Всевышнего Аллаха через ангелов. Аллах превыше всего. Из мусульман всего 14 пали шахидами, мучениками. И мусульмане взяли 70 пленных. Абуджахалю убили два молодых парня, Муаз и Муагуаз. Они бросились на него. Стали рубить его с разных сторон, пока он был на лошади. Свалили его. Абуджахалю удалось отрубить руку одного из них, Муалу. И Крима, сын Абуджахаля, прибежал на помощь, но потом убежал из-за двух молодых ребят, которые хотели расправиться со злейшим врагом посланника Аллаха. Салаллаху алейхи вассалям. Причист великий Аллах. Какая отвага. И когда закончилась битва Бадр, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, взял убитых врагов, особенно злейших, и скинул их в один из колодцев Бадра. И сказал им, вы увидели, что то, что обещал вам Аллах, является истиной. После битвы Бадр, его участники стали известными как бадрийцы. Участники битвы Бадр. Свидетелями Бадра. Они видели чудеса Аллаха, видели помощь Аллаха. Ничего подобного до этого не происходило. 14 вождей пали в битве. Это было неслыханно. О Аллах, благослови нашего покровителя Мухаммада, его семью из подвижников. О Аллах, возвысь степень участников Бадра. О Аллах, сделай их лучшими из мучеников. Общины Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. О Аллах, просим тебя. Дай и нам все самое лучшее. О Аллах, людей, которые жертвуют средства, награди лучшим в этом мире и лучшим в следующем мире. О Аллах, прости грехи всех нас. Возвысь нашу степень в этом мире и в будущем. Избавь нас от долгов и оказывай нам всегда свою помощь. Даруй нам спокойствие в жизни, в семье. О Аллах, исцели нас от наших болезней. Удовлетвори все наши нужды. Да будет так, о Господь миров. Благословение Аллаха лучшему его творению, Мухаммаду. О милосерднейший из милосердных. Да воздаст вам алах благом. Ассаляму алейкум у рахматуллахи у баракату.